Приветствую вас, Зина. Давайте разберём ваш вопрос, который задаёт вам. Дело в том, что начать свою жизнь с чистого листа невозможно. Это означало бы потерю всего опыта, который вы получили, пускай болезненным опытом. И идея о том, чтобы начать свою жизнь с чистого листа, возникает, как правило, из-за невозможности принятия того опыта, который имеет место быть. Болезненность опыта, какие-то травмы, чувство вины, непринятие ошибок. То есть, вот с этим связано. Тоже проще про, ну, человеку хочется начать с чистого листа. И по большому счёту сейчас, то, что вы делаете сейчас, вы бежите от себя самой, вы бежите от своего опыта собственного, вот, вы бежите от своего роста, развития. Запрещайте себе, запрещайте себе его, я имею ввиду развитие и рост. И таким образом, через запрет, в общем-то, сажайте себя в клетку. Это можно и нужно корректироваться, это можно и нужно поправить, вот. Через принятие опыта, через принятие ошибок, через принятие себя. Но тот факт, что вы в пятый раз начинаете это делать, свидетельствует об этом, что ошибок, как раз, такие вы скорее всего боитесь. Ну, потому что, пытаетесь в пятый раз, да, вот, не получается, все возвращается назад. То есть, это поведение, оно напоминает, как бы, избегание, вот, механизм защиты такой, избегание. Вы избегаете нового опыта, избегание постарения, эээ, избегаете постарения ошибки. Вот, ну, здесь я выделил бы ваши чувства, которые привели к тому, что вы хотите начать жизнь чистого лица. Вот, зачастую это, к сожалению, какого-то, вот, об упущенных возможностях, ну, то есть, как бы, некое такое расщепление, да. Когда, когда, ну, вот, давайте такой классический пример расщепление, я приведу, приведу, да, вот, то, что, эээ, то, что наиболее распространено среди людей. Например, эээ, человек хочет, эээ, чего-то, да, он, он хочет, да, чего угодно. Вот, например, он хочет, пойти в магазин, допустим, и купить себе зеленый чай, например. Человек идет в магазин, покупает зеленый чай, вот, приходит домой, выпивает его и отправляется. Отравляется, заболевает, падает в больницу, падает в больницу с осложнением, то есть, ну, там, довольно, допустим, серьезное осложнение. Пусть будет, вот, то есть, ну, до операции, плоть до операции, какой-то, какой-то будет. Вот, и, значит, соответственно, человек начинает жалеть. Эээ, о том, что он, вот, сделал. То есть, человек начинает жалеть о том, что, ну, вот, пошел в тот магазин покупать этот чай, ну, вот, ээээ, так, так, это все ужасно, все это все, там, не знаю, отвратительно, вот, и так далее. То есть, вот, по факту, да, это вот, как раз, ээээ, классический пример. Ээээ, того, когда, ээээ, происходит расшипление, да, вот, такая вот классическая история, классическая история расшипления. Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ грубо говоря, человек начинает переживать о своих каких-то поступках, человек начинает переживать о своих решениях, о каких-то, своих каких-то решениях. Вот, и, соответственно, начинает себя, образно говоря, за это корить, за счет корица назад, за то, что сделал, по факту. Вот, и, значит, это, вот это, именно это, является то, что, вероятно, происходит у вас. Я не уверен, конечно, в этом, безусловно, но я думаю, что вариант, вот такой вариант, вполне может быть, вполне успе может быть. Ну, и наша задача с вами, наша задача сделать так, чтобы вы от этого вот не страдали, чтобы вам не было тяжело. Вот, наша задача сделать так, чтобы вы не, ну, чтобы вы не тяготили с этими моментами, чтобы вам было посвободнее, чтобы вам было поспокойнее, чтобы вам было полегче, вот. Вот, и, вот, мне кажется, что, именно в этом может быть наша помощь вам. Ну, одна из таких вот, одна из основных направлений помощи вам, вот. Вот, это то, что я могу вам сказать, опираясь на текст, который вы прислали. Понятное дело, что есть много нюансов, понятное дело, что не обо всех нюансах вы нам рассказали, и понятно, что, может быть, есть какие-то аспекты, которые, о которых мы не знаем. Вот, я думаю, что, скорее всего, такие аспекты есть, такие аспекты имеют место быть. Ну, это уже задача для индивидуальной работы, задача для индивидуальной терапии, чтобы вам помочь. Вот. В любом случае, пример, который я привел, связан с непосредственно с механизмом расщепления, он призван продемонстрировать то, как работает расщепление, вот он призван продемонстрировать то, как это способно отравить жизнь, когда человек, по сути, ну, по сути, человек боится, не может никак реализовывать то, что хочет. Ну, вот, по сути, по факту. И я думаю, что в этом, как бы, одна из главных ваших проблем заключается. Ну, мне так вот кажется. Понятно, что я в этом не уверен, и понятно, что есть нюансы, вот, и что, вероятно, у вас другое мнение на этом вопросе. Я думаю, что этот счет есть, и я с ним не буду спорить, но вот я могу только надеяться на то, что вы подумаете и постарайтесь что-то извлечь из того, что я сказал. Вот. На этом, в принципе, все. Я думаю, на этом можно заканчивать. Мой ответ, в принципе, было сказано уже достаточно много. Вот. Я вам желаю всего самого доброго. Я желаю вам удачи. Я надеюсь, что вам это будет на пользу. Мой ответ. Вот. Я надеюсь, что вы для себя вы выводы сделаете и, значит, перестанете тратить свое время на, по сути, бессмысленные действия, бессмысленные действия, какими являются, вот, как раз, попытки начать свою жизнь с чистого листа. Ну, а один момент, да, еще вот надо добавить здесь один момент, связанный этот момент с тем, что у вас может быть вторичная выгода, так называемая вторичная выгода от того, что вы делаете. То есть, вы можете получать некую выгоду вторичную от своих действий, вы можете получать вторичную выгоду от того, что начинаете, например, свою жизнь с чистого листа, с нового листа каждый раз, вы можете получать некоторую выгоду от этого. И если у вас эта выгода есть, если вы эту выгоду сами как бы чувствуете, если вы ее сами ощущаете, эту выгоду, вот, то перемен, у вас перемен, ну, никаких не будет. Потому что, чтобы перемены были, нужно хотеть этого, ну, нужно хотеть этих перемен. До тех пор пока у вас, до тех пор пока у вас, до тех пор пока, если у вас желания, желания перемен не будет, вот, то, я боюсь, что вы будете, ну, как бы, продолжать, пытаться, пытаться, начать свою жизнь заново, вот, хотя, по факту, это не будет иметь, ну, не будет иметь какого-либо сметки. Поэтому, подумайте, для чего бы вам снова и снова пытаться начать свою жизнь заново, именно цель, именно цель какая? Может быть, вы откроете для себя какую-то мотивацию, которая до сих пор была вам не совсем, скажем так, знакома. Это тоже могло бы помочь вам в том, чтобы быть, ну, несколько, более подготовленной, к, допустим, дальнейшей работе над собой. Ну, на этом всё, я надеюсь, что мой ответ был вам полезен, я желаю вам всего самого доброго, удачи, надеюсь, что ситуация будет разрешена. Продолжение следует... Продолжение следует...